Как-то жук читал Илво, мудреца с планеты Илса. Вдруг онлайн-дружок его на планшете появился. Он жука был верный друг, тоже черный косможук. Его звали жук-курдюк. Раньше вместе зажигали, вместе клеили под рук. Что ты делаешь, друган? Где тусуешь, бандюган? Весело спросил приятель. Где пропал, куда слинял? Я на лале, дорогой, мудрецов читаю местных. Я мой друг теперь другой. Ой, жить мне стало интересней. Поразился друг курдюк. Из-за друга испугался. Как-то даже обомлел. Брат мой, ты не заболел? С головою все в порядке. Что за странные повадки, книжки умные читать? Надо, брат, тебя спасать. Через несколько часов друг курдюк летел на лалу. Как она, узнав об этом, от него не уплывала, в космосе как не виляла, гость незваный прилетел и на почве желтой сел. Со своей невестой хрустой познакомил жук дружка. Брат, зачем тебе капуста? Ты сдурел наверняка. Тут же выпалил курдюк, простодушный косможук. Всем дружка пришлось терпеть. Хрусте, лале, бандюку. По ночам он похрапеть был любитель на боку. По утрам клешнями грюкал, а в обед протяжно пукал. Только ужас был в другом. Бандюка он совращал, все в былое возвращал, прошлое напоминал, осторожно поддевал, насмехался, издевался, исправляться не давал. И однажды брякнул, друг, никакой ты не бандюк. И обида захлестнула тут же гордого жука, и в глазах его зеленых потемнели облака. Это я-то не бандюк. Отчеканил грозно жук. Он как бочка заурчал и клешнями застучал, заскрипел, привстал, напрягся, даже весь загрохотал. Друг бывалый испугался и тихонечко слинял.